Здравствуйте, вы на канале Netbox. Как вы уже поняли по названию к этому видео, сегодня речь пойдет о бюджетных наушниках. И бюджетность это понятие растяжимое, поэтому мы обусловились вполне конкретной суммой, до 25 долларов. Какие основные критерии были при подборе? Первое, это звук. Несмотря на бюджетность, звук должен быть достойным. Второе, это надежность, так как не хочется думать над тем, когда наушники сломаются, а действительно здесь нормальный кабель и что с ним будет на морозе. И третье, это удобство использования и эстетическая часть. Для начала мы поговорим о вкладышах, после о внутриканальных наушниках, то бишь затычках и в конце пару накладных моделей. Вкладыши. С ними все очень туго. Есть буквально несколько производителей, которые делают что-то адекватное. И первое из них, это Venture Electronics. Хочу рассказать о двух моделях, это Monk Plus и Monk Lite. Monk Plus. Они имеют более темное звучание с явным акцентом на нижних частотах, но при этом середина и высокие у них адекватные, то есть они не завалены. Monk Lite же в очень светлые наушники, эмоциональные, неожиданно детальные и с взрослой-взрослой сценой. И более того, я подключил их к хорошему источнику и просто час слушал. Для того, чтобы понять, в чем кроется подвох и как получились такие бюджетные интересные наушники. В чем тайна непонятно, но то, что неинтересно, это 100%. Единственное, что если вы не любите конкретно светлый звук, тогда, да, вряд ли вам они понравятся и подойдут. Но, по крайней мере, послушать стоит. Также это касается двух моделей. Кабель достаточно толстый, мягкий, на морозе с ним ничего не случается и адекватные джеки. Это замечательно. Второй производитель это FIO. И у него также две модели, которые являются, по сути дела, одной моделью. EM3S и EM3K. В чем различие? EM3K это версия без гарнитуры, EM3S версия с гарнитурой. По звуку они чем-то похожи на Monclight, но не настолько светлые, с большим акцентом на бас. И в целом этот звук можно назвать мониторным, но при этом не сухим. Что касается Sennheiser, я не стал причислять сюда модели не MX-170, не MX-375, потому что по уровню звучания все-таки они уступают представленным моделям. Самый большой и разнообразный выбор среди внутриканальных наушников. И поэтому они были разделены на две части по конструкции. Прямые и заушные. Одни из самых распространенных затычек, которые в принципе есть, это Sennheiser CX-300 второго поколения. Модели уже 10 лет и люди просто целенаправленно приходят за ними. Вопрос. Чем цепляют эти наушники? На самом деле здесь все очень просто. CX-300 обладают мягким, удобным звучанием. Это очень вкусные басы. Это середина, которая абсолютно не агрессивная, немножечко утопленная на задний план. И такие же утопленные вверха. То есть звук не кажется каким-то неполноценным, а просто мягким. И соответственно ухо к нему привыкает и воспринимает абсолютно нормально. Но вышло огромное количество новых моделей, которые лучше трехсоток по всем фронтам. И первая модель, о которой я хотел бы рассказать, это KZ-ED9. А чем она будет лучше? В первую очередь звук. Эти наушники намного ровнее, намного детальнее, намного лучше по сцене. И что немаловажно, по скоростным характеристикам они намного более сбалансированы. То есть на этих наушниках можно слушать как металл, так и какой-нибудь дип хаус. То есть они универсальны по жанрам. Плюс ко всему прочему у них сменные звуководы. То есть вы можете кастомизировать звук, делать его либо же светлее, либо же темнее. Допустим, если по размеру вас не устраивают ED9, есть другой вариант. Brainwavs Omega. Они намного меньше по своим размерам, но при этом по звуку не сильно уступают. То есть несмотря на то, что динамик меньше, тем не менее остаются адекватные низкие частоты, середина высокие частоты. И что немаловажно, в них очень крутой кабель. То есть в некоторых затычках за 100-200 долларов встречаются более простенькие кабели. Опускаем планку бюджетов до 20 рублей и одним из самых логичных вариантов будет JBL T110. В этих наушниках продумано фактически все. Джек под 45 градусов, плоский кабель, микрофон и корпус имеют смещенный центр тяжести. То есть они лучше ложатся в ухо и не так ощущаются. Что касается звука, то каких-то явных косяков нету. Это ровный, практически линейный звук, но опять-таки какая-то яркость присутствует само собой. И единственное, до чего можно докопаться, это до глубины сцены. Конечно, хотелось бы, чтобы она была более объемной. Перейдем дальше. KZ и первая модель EDR1. Это металлический корпус, это витой кабель внутри, силиконовая плетка снаружи, которая не дубеет на морозе. И звук. Звук с явным акцентом на бас, но при этом бас не доминирует и, правильнее сказать, не мешает другим частотам. Но акцентик это чувствуется. И последняя модель KZ ZSE. Многие говорят о том, что в них один динамик, один сабвуфер. Это маразм. Здесь два динамика. Просто они имеют разный диаметр и, соответственно, один из них больше рассчитан на низкие частоты, то бишь на бас. Что происходит? За счет того, что размеры динамиков разные, отставание второго динамика чувствуется. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что создается ощущение более широкой, глубокой сцены. Это очень странный эффект, но мне понравилось. И некоторое время я даже с ними походил, чтобы узнать, как это отразится на каких-то разных жанрах. Советую, по крайней мере, посмотреть, послушать. Что касается кабеля и удобства, проблем здесь также нет. Заушные внутриканальные наушники. Абсолютным лидером сегмента является KZ. И первая модель, о которой я бы хотел рассказать, это ZS3. С этими наушниками я отходил порядка полутора-двух недель. И в плане звука у меня нет каких-либо к ним претензий. Есть другой момент, касаемый конструкции. Есть пластиковый фиксатор, который может впиваться в ухо. Но в моем случае он лег ровненько так, как будто бы наушники делались по моему слепку. И никакого дискомфорта абсолютно не было. Также важный момент, это отличная пассивная звукоизоляция. То есть, надевая наушники, но не включая музыку, уже погашается добрая часть каких-то шумов. Также есть схожие модели, с немного другим звучанием, немного другой ценой. Но приблизительно то же самое. Это ATE, ZS2 и прочие. Но, KZ не единственная в данном сегменте. Есть еще Fio со своей интересной моделью F3. Во-первых, эти наушники можно носить как классическим в прямом образе, так и заушным. Для этого даже в комплекте есть дополнительные заушные фиксаторы. Также можно изменить цвет корпуса. На звук это, естественно, не влияет, но это просто как приятная фишка, которой можно воспользоваться. Что касается звука. Звук здесь ровный, линейный, в некотором смысле даже аналитичный. И подойдет для тех, кто не любит излишней яркости и излишних красок. Не мог обойти стороной и беспроводный вариант. Конечно, можно было бы назвать JBL-T110BT, но это было бы как-то просто и неинтересно. Поэтому, блядила T-Energy. Во-первых, они дешевле. Во-вторых, у них лучше бас. Они работают уже не через microUSB, а через Type-C. Мелочь, а все равно приятная. Также у них более удобная форма корпуса и есть активная система шумоподавления. Как она работает, это не столь важно. Давайте лучше поговорим о накладных вариантах. Первые стоящие накладные наушники. Это Sennheiser HD 206. Почему именно они? Почему есть такая любовь к ним? Я хотел снять отдельный обзор, так как у наушников очень крутая история. И это одни из самых сбалансированных Sennheiser по соотношению цена-звук. По-хорошему, они требуют дорогого источника, который будет стоить раз 15 дороже, чем они сами. Но это уже отдельная история. Эти наушники прекрасно передают вокал, середину, даже если бы они стоили не 25 долларов, а 125 долларов. Это очень хороший уровень. И единственный их минус, это в бас низкие частоты, их здесь мало. Действительно не хватает и даже хороший источник полноценно это не исправляет. Ну и материал корпуса, это обычный простенький пластик, который не скрипит, но тем не менее чувствуется, что он бюджетный. И вторая модель, это Soundmagic P22. Если бы я услышал эти наушники в слепом тесте, я бы сказал, что они стоят, ну, наверное, долларов 80-120, где-то так. Это очень мощный, живой звук. Я не знаю, как получилось их сделать настолько крутыми. Здесь ситуация повторяется, как с Monk Light, но тем не менее получилось. Впечатляющий звук, действительно впечатляющий. И плюс есть версия модели с микрофоном. Просто P22, соответственно, без микрофона. Важный момент. Sunmagic сэкономили на пластике и сэкономили прилично. То есть чувствуется, что он прям совсем бюджетный. Если Sennheiser, по крайней мере, не ощущаются таковыми, просто есть понимание, что это бюджетный пластик, то здесь где-то какой-то скрип он, но будет. Понятно, что это плата за крутой звук. И вы можете прийти и просто послушать, понять, о чем я говорю, чтобы как-то защищать их и выбрать именно их. Вывод. Бюджетных наушников действительно много и много чего интересного. Но что выберете именно вы, зависит только от вас. Я же надеюсь, что мы смогли помочь вам определиться, либо же открыли что-то новое. Ждем вас в нашем магазине. Приходите. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. И до скорых встреч.